По поводу того, что сейчас происходит в мире. Да, сейчас Россия совсем не та, которая была 20 лет назад, когда с Россией можно было не считаться, когда можно было диктовать условия. Когда у нас президент был, скажем так, над которым смеялись в мире, смеялись над ним и смеялись над нами. Когда министр иностранных дел исключительно работал по указке из Вашингтона, из Белого дома. Мы жили и очень хорошо, это еще вчера было. Все эти 90-е годы, они прямо как будто вчера. Ну и что? Да, была свобода, можно было вздохнуть в полной груди, но было ощущение стыда за страну, в которой ты жил, живешь, продолжаешь жить. Сейчас другая ситуация. Ну так получилось. Оставил после себя Борис Николаевич человек, лидера, который сейчас, наверное, один из самых, если не самый яркий политик в мире. Политик, с которым ненавидят очень многие и с которым связывают надежду тоже многие и у нас в стране, в России прежде всего. Потому что страна стала другой, страна стала крепкой. И у людей появилось желание жить в сильном государстве, о чем я и говорил. И это естественное желание. И когда уже почувствовали в остальном мире, да, и прежде всего Америка почувствовала. Америка, кстати, сейчас, на мой взгляд, самый слабый президент за всю там послевоенную историю. Даже младший Буш, он, на мой взгляд, обладал какими-то достоинствами, которых нет у Обамы. Слабый президент. А у нас самый сильный руководитель. Тоже за все время. Вот новая, новейшая история. Приходится считаться с тем, что Россия уже не та. Что Россия стала сильным государством, которое может постоять за себя. И которое вот так вот просто взять и размазать нельзя. И там ткнуть и сказать, знаете ваше место. Это не нравится Америке. Не нравится Европе. Те, кто вот в последнее время, да, вот эта вот грань конфронтации, она стала очевидной. И люди, которые, скажем, по ту сторону баррикад придерживаются взглядов Европы, Америки, они говорят, а как может быть, вот страна единственная, мы правы, да, а вся Европа и весь мир против нас, и они не правы. Такое разве может быть? Ну да, нам приходится сейчас противостоять всему остальному миру. И если мы это не сделаем, то нас просто сотрут. Это бывает так, что когда одному тебе приходится, там, в школьные годы, да, когда ты один против всех, но ты знаешь, что ты прав. И тебе нужно доказывать свою правоту, потому что эта правота своя. И у нашей страны она своя. Не беда, что Европа, Америка против. Против. Значит, нужно, во-первых, показывать силу, потому что силу уважают всегда. Если ты слаб физически, если ты не можешь за себя постоять, как бы ты, какие бы правильные идеи и мысли не высказывал, скажут, твое место там. И все, и ты не рыпнешься. Нужно становиться сильным для того, чтобы себя позиционировать, для того, чтобы чувствовать, что ты живешь в государстве, над которым не смеются, которое, во всяком случае, если не любят, то уважают. Если говорить о союзниках, то еще при Петре вот эта фраза была, что в союзниках у нас только армия и флот, других союзников нет. Субтитры создавал DimaTorzok